Уважаемые коллеги, уважаемые ученики нашего семинара, я думаю, что мы можем начинать, пусть с небольшой задержкой, но, тем не менее, я думаю, что наш семинар сегодня позволит обсудить очень актуальные вопросы, связанные с уже не просто общими подходами к внедрению онлайн-курсов в учебном процессе. Мы сегодня попытаемся с вами поговорить, наверное, не первый раз, но, тем не менее, пока такие дискуссии достаточно редки, поговорить о том, как на самом деле происходит внедрение онлайн-курсов в университетах, какие последствия это имеет для студентов, для преподавателей, для качества обучения. Процесс этот новый для большинства университетов, и мы сегодня убедимся в том, что он такой же новый и для университетов в Соединенных Штатах в Америке. Мы сегодня поговорим с вами о том, вообще, с какой целью, наверное, университеты внедряют онлайн-курсы, с какой целью они это делают на уровне каждой отдельно взятой дисциплины и образовательных программ в целом. Но еще больше внимания мы пытаемся уделить вопросам, связанным с тем, как университет должен трансформироваться, как должны меняться его подходы к управлению учебным процессом, для того, чтобы это внедрение онлайн-обучения действительно приносило положительный вклад в общее качество образования. Я с большим удовольствием вам представляю нашего сегодняшнего основного докладчика, Стива Кэра, который расскажет нам об опыте университета Вашингтона. Я, предварительно поговорив с ним буквально пять минут, понял, что у нас абсолютно совпадает сегодня видение основных проблем, с которыми сталкиваются университеты в области онлайн-обучения. И я думаю, что основную дискуссию сегодня мы пытаемся провести в формате поиска ответов хотя бы на часть тех вопросов, которые у университетов есть, и с которыми придется в ближайшие годы сталкиваться все чаще. С моей стороны, я уже после доклада Стива немножко расскажу об опыте нашего российского, можно сказать так, целого пула университетов, которые сегодня активно взялись за внедрение онлайн-курсов. И мы с моими коллегами, надеюсь, они успеют присоединиться к нам, расскажем о том, как мы видим соответствующее решение вопросов, связанных с качеством онлайн-образования. Но я обращаюсь сразу к участникам, мы сегодня работать будем в формате больше дискуссии. Готовьте вопросы, готовьте свои суждения, готовьте, может быть, небольшие выступления об опыте Ваших университетов в области онлайн-обучения. Ну а сейчас, Стив, Вам слово. Большое, Бабы, спасибо. Добрый день, спасибо за Ваше участие. И я очень жду Вашей реплики, вопросы, комментарии и так далее. Мне кажется, что эти вопросы, которые мы будем обсуждать сегодня, как Василий сказал, они очень актуальны для высшего образования в общем, во всех странах. Это вместо названия этого презентации, можно было бы сказать, что это история усилий одного американского университета развивать и улучшить методы работы с нетрадиционными студентами в онлайн-среде. Много здесь связано с таким движением, если мы можем так сказать, которое называется большие данные, big data, метод обработки данных в больших, огромных объемах. Это значит, конечно, анализ деятельности в онлайн-среде. И это, конечно, для бизнеса, это очень ценный подход для планирования и использования ресурсов и так далее. Со стороны бизнеса, я бы сказал, что главный интерес – это такую предсказательную аналитику. Но эти следы, конечно, существуют везде, когда люди работают с компьютерами. Они просто часть нашей эры. И со стороны бизнеса, это основное предположение, что если знаешь, что человек сделал вчера, у тебя будет возможность предсказать, что он сделает завтра. И как представить выявленные тенденции? Это очень важный вопрос, потому что это люди еще не очень готовы работать с такими визуализациями данных. У нас в моем городе есть очень интересная молодая фирма Tableau, которая работает с такими вопросами. И здесь вы можете видеть типичный график, который, если это было живой, я могу нажать на любой из этих линий. И это дало бы очень большое количество данных об одном… Здесь это об одной фирме. Но очень важная проблема здесь, и мы вернемся к этому попозже, это проблема доступа к данным в реальном времени. Но повестка дня для нас, для меня сегодня – это, во-первых, немножко сказать о тенденциях использования аналитического метода в образовании. Особенно предсказательная аналитика и диагностический анализ и исследование качества поддержки студента в его процессе обучения на онлайн-курс. Это по-английски называется Diagnostic and Supportive Analytics. И буду немножко сказать о нашем опыте в University of Washington, и немножко в конце сказать о политических и этических вопросах, и тоже показать те официальные организации и группы, которые работают над этим сегодня. Это первая обложка одного нашего журнала, который постоянно работает в сфере применения техники в сфере образования. И это интересно, что в течение последнего года три раза, это ежемесячный журнал, три раза, то есть три из последних двенадцати обложек, там было что-то об аналитике. И поэтому это значит, что это очень мощная тенденция, очень популярная тенденция сегодня в американском образовании. Но большинство из этих статей касаются предсказательной аналитики, то есть predictive analytics. И там есть что-то, но меньше об аналитике уровня поддержки студентов в процессе обучения, то есть diagnostic and supportive analytics. Я бы сказал, что это немножко похоже к теме этой конференции. Предсказательная аналитика, это больше связано с темой, как это глобальные вызовы, что это такое, вызовы, да. И вторая, diagnostic and supportive, это больше связано с вопросами, локальными задачами, по-моему. Почему это важно сегодня? Потому что есть постоянное увеличение количества онлайн-курсов в вузах, особенно MOOCs. Это интересно мне, что слово сокращение, это то же самое по-русски, как по-английски. И тоже это очень большой рост числа нетипичных или нетрадиционных студентов. Это взрослые люди, которые уже работают, часто с детьми или с родителями-инвалидами, или те, которые ранее из-за разных причин не успел получить, или, может быть, не особенно успел вообще в высшем образовании. Тоже это включает те, которые просто имеют недоверие в себе, то есть они не видят себя как способными людьми в этой сфере, в сфере высшего образования. Это тоже есть другие проблемы в поддержке студентов. Очень часто они просто не знают, как работать в онлайн-среде. И там есть отсутствие то, что я называю невидимой инфраструктурой, то есть все эти вещи, которые типичный традиционный студент имеет в обычном университетском уроке. То есть, если не понимаешь что-то, ты можешь связывать с соседом и говорить с ним, просить для... Забыл слово. An explanation. Объяснение. Спасибо. Для одного понятия или так далее. То есть, онлайн-среде – это и проблема, и возможности одновременно. Предсказательная аналитика, вот примеры и вопросы. Типично студенты поступают в вуз с определенными характеристиками. И университет часто хочет знать, насколько велика вероятность того, что этот студент добьется успеха на данном курсе, на дополнительных курсах, в программе вообще. Это, чаще всего, это экономический вопрос, да, потому что университет заботится о затратах на тех, которые не будут оканчивать. Вот примеры нашего вуза – это типичные данные, которые наши администраторы смотрят, может быть, часто. И это очень простые показатели успеваемости наших студентов. Это здесь показывают, как долго студент остается в университет до того, как он оканчивает, и другие там данные. Это другая система. Эти данные были просто от нашего университета, это их система, которая показывает таким образом. Мы сейчас начинали работать с фирмой, которая называется Civitas. И у них есть две подсистемы. Одна подсистема называется Illum, и другая называется Inspire. И Illum касается больше всего, это предсказательный подход. И второй, Inspire, это касается диагностический или подержательный подход. Но я не хочу очень много говорить сегодня об этом предсказательном подходе, потому что это не мой главный интерес. Есть другая часть университета, которая занимается этим. Но что мы сделали и почему? У нас были очень скептические отношения к онлайн-курсам вообще и программам вообще. Это очень много касается истории вуза и проблемы, которые существовали в прошлом. Хотя многие студенты у нас работают в онлайн-среде когда-то, чаще всего наши профессора и преподаватели думали, что эти курсы были низкокачественными. И это в каком-то смысле это было справедливое мнение, потому что очень большой процент не заканчивали эти курсы. И много из этих студентов выражало недовольство. Они сказали, что это очень нехорошие курсы, программы и так далее. То есть, когда мы создавали две новые программы для студентов, университет и особенно преподавательский состав требовалось, чтобы мы провели очень тщательную оценку качества этих программ. И они особенно хотели, чтобы мы сравнивали результаты этих онлайн-курсов с результатами тех же курсов, которые на очном обучении на кампусе нашего университета. Мы сделали эту анализ с желанием показать, что есть возможности поддержки для нетипичных, нетрадиционных студентов. И мы получили от вот этого знаменитого фонда у нас, Bill & Melinda Gates Foundation, это человек, который создал фирму Microsoft. И они очень много поддерживают образовательных экспериментов и новых методов, новые методы и так далее. Вот вопрос, с которым мы часто работаем, это если студент старается работать в онлайн-курсе, но терпит неудачу, что какие у нас индикаторы или доказательства об этом. Это то, что он поздно сдал задание или не сдал вообще, что не ознакомился с онлайн-материалами, или даже не открыл их, что он не участвовал в онлайн-дискуссиях, или качество его работы там было ниже ожидаемого. И задания были низкокачественными или не выполнены требования курса или преподавателя. Но как работать с этим студентом, чтобы он успешно окончил этот курс? Вот, поле действия у нас, как я сказал, у нас две новые онлайн-программы. Первая программа – это обучение в раннем детстве, Early Childhood and Family Studies. Это в форме подготовки учителей, но это на более глубоком уровне, чем типично, потому что у нас национальный центр в нашем университете, они собирают и распространяют все исследовательские работы в этой сфере из всей страны. И они хотели сделать эту программу, и особенно хотели делать, это уже существовало на кампусе в очном виде, но они хотели создать онлайн-курсы для этого. Вторая программа – это называется «Интегрирование общественной науки». Это новая программа для университета, это совместный проект всех общественных дисциплин, то есть экономика, социология, антропология, психология и так далее. Это здесь эквивалента в обычных программах университета нет. Это была абсолютно новая программа, и из-за этого особенно интересно, но немножко другое, чем первая программа в раннем детстве. Что мы сделали, как мы думали об этом вопросе о поддержке? Во-первых, мы очень много сделали насчет дизайна этих онлайн-курсов. Мы много работали с профессорами, как работать в онлайн-среде, как работать с нетипичными студентами. Мы создали новую должность. может быть, я знаю, что это было новое для нашего университета, может быть, для всей страны, которая называется «Retention Analytics Specialist», то есть специалист по аналитике удержания студентов в онлайн-курсе. Это ужасно звучит, по-моему. И тоже, по-моему, немножко по-английски тоже. Второе или четвертое, и почему это здесь показано в красных буквах? Потому что я думаю, что это часть нашей работы, установление согласованных потоков информации между специалистами, консультантами, продавателями, студентами, администраторами. Это была самая сложная и, вероятно, самая важная часть этой работы. То есть, кто знает, что о студенте, когда, и что он делает с этой информацией, и с кем он обменивает, и для каких, каким целям, и так далее. Очень важный, по-моему, вопрос. Тоже мы разработали информационные панели с помощью этой фирмы Tableau и системы. Canvas – это то, что по-английски называется Learning Management System. По-русски, я не знаю, это система управления, учения. Вероятно. Canvas – это LMS, и эти данные идут в разные направления. Я буду показать. Минуточку. Регулярное энкетирование студентов – это было очень важно. Вначале я не видел, как это было важно, но я буду показать, что мы узнали из этого. И, наконец, написание разных отчетов и их распространение. Результат – это было бы очень хорошо, если я мог бы сказать, что все это было отлично, и все прошло без проблем. Но это не был кремфальный марш к победе. Похоже на медленная и длительная ходьба через болото. Но я буду показать некоторые результаты насчет опыта студентов, успеха студентов и качества программы в целом. Как я сказал, анкетирование студентов – это была очень важная часть этой работы. Например, мы очень рано в программе спрашивали, в какое время вы пропорядка изучали курс, и как это совпадает с обычным университетским расписанием. Мы хотели знать, когда мы должны давать помощь им. И как ясно здесь, типично, эти студенты пропорядка работают вечером, когда все эти подразделения университета и университета закрыты. И поэтому это требовало, и в некоторых случаях очень-очень много переговоров и так далее, потому что университетские подразделения не очень любят, изменяют их, как они работают. А мы тоже создали систему, чтобы определять, когда будут проблемы для одного студента, как работать с ним, и как часто осмотрят его работу, и с кем, и как серьезно принимать все это. И это просто показывает систему, которую мы сделали. Мы очень часто анкетировали студентов. В первый год программы мы провели анкетирование почти каждые две недели. Мы думали, что они устали бы за это, но они действительно, они очень охотно ответили, и все это. Но мы, наконец, пришли к выводу, что пять раз в течение курса, то есть это два года, это будет достаточно. И, как я сказал, в первом году, почти в начале первого года, почти 90% ответили, и даже к концу этого года 60% ответили. Уровень удовлетворенности студентов, как это показывает, типично они очень удовлетворены, они понимают, что ждут от них в процессе, у них положительные эмоции, это, конечно, не очень солидные данные, но все-таки, но здесь интересная вещь, то, что по-английски называется work-life balance, то есть они испытали серьезные проблемы по этому поводу, и мы старались давать им какие-то советы, и даже написали, задали маленькую мини-курс, который называется упругость, то есть resilience, как если у вас проблемы в личной жизни или в работе, как все-таки продолжать со своей работой. Это показывает, что они типично очень удовлетворены с работой консультантов, преподавателей, но были здесь проблемы насчет технического обеспечения. И это, второе, core groups, это немножко, данные там не очень солидные из-за разных причин, но техническое обеспечение, мы старались работать с ними, и создали особый комитет, чтобы работать. Это проблема из-за того, что это сервис связан с разными подразделениями университета. университета. Вот это данные, которые идут прямо от Canvas, это дает возможность видеть успеваемость одного студента, но они, эти данные недоступны реалом времени, и поэтому они не дают консультантам возможность видеть все выбранные курсы студента. Здесь можно видеть только данные одного курса. Это наши дисплеи, которые мы сделали с помощью местной фирмы в Сиатоле, которая называется Decisive Data, они молодые, очень хорошие интенсивно работали над этим, но проблемы здесь были разные. Мы взяли данные из разных источников. Это дисплей для консультантов, которые очень часто работают со студентами. Это показывает дисплей мониторинга данных одного студента данных всего курса об одном занятии, то есть разные виды здесь, reviews, разные views об этой информации. Это показывает статус всех заданий на сегодняшний день, то есть это целый курс. судьба это трудно сказать, трудно предсказать, потому что у нас не было достаточно денег, чтобы продолжать эту работу и мы должны были просто остановить. Это возможно, что мы вернемся к этому, но я не уверен. И мы стараемся работать теперь с дисплеями, которые мы можем взять от этой системой CIVITAS. Я буду немножко больше об этом сказать больше. Ну, вот это, я бы сказал, это главные результаты нашей работы. Это показывает, что если здесь типично в течение университетского образования 80% оканчивает университет во время и в этой программе мы нашли в первом для первого когорта 85% успешно окончили и для второго когорта 81% успешно окончили. То есть, неплохие результаты, они были очень интересны для этого профессорского совета, то есть, это у нас система университетского правления, которые включают представителей профессорского состава, и они имеют право сказать, можем ли мы продолжаться этой программой или нет. И они сказали, что да. Это другие данные, это показывает, что типично онлайн-студенты чувствовали больше поддержки со стороны преподавателей и консультантов. И это не очень большой сюрприз, потому что мы очень много сделали для них, онлайновых студентов, и это больше, чем типичные студенты получают. Насчет улучшения качества программы, я бы сказал, что мы нашли, что этот процесс анкетирования дал нам очень интересные результаты, что в первом году студенты сказали, что им очень неудобно сдавать упражнения к концу рабочей недели, и мы нашли, что до начала программы просто не координировали, они не говорили друг другу об этом, и это было относительно простое дело, просто переналаживать все это, чтобы все студенческие работы были, что крайний срок совпадал с понедельником, то есть они могли бы работать через уикенд, это не очень большое дело, но все-таки без этого процесса анкетирования мы не знали об этом. Эта проблема, которая уже немножко сказала о технической поддержке, это была более сложная проблема, потому что качается касается разные подразделения университета, и у нас есть особый комитет, который работает над этим вопросом, или еще работает, это очень сложно, потому что это разные внутренние отношения, но я думаю, что все люди желательно работают над этим, и вероятно, когда-то что-то получится. У нас есть желание создать обратную связь между инструктором и дизайнером курса. Типичная дизайнер, это не тот же самый человек, который работает инструктором или преподавателем, и это дисплей здесь, это показывает данные, которые будут полезны для дизайнеров, например, если одно упражнение, одно задание, это очень трудно для студентов, мы знаем об этом, мы можем через работу с этими данными, мы можем видеть, где проблемы существуют и справиться с этими. Преподаватели вообще были удовлетворены с работой в онлайн среде, мы спрашивали, какие аспекты вашего курса вы прочитали бы делать онлайн и какие в аудитории, и здесь, как это видно, есть разницы, но есть много, которые не видят серьезные различия, то есть красные колонки здесь показывают, что они не думают, что серьезные различия. с этими дисплеями у нас были разные проблемы, как может быть это было ясно, что техническое оснащение еще вообще не существует в университете, мы должны были как-то, я не знаю, как сказать по-русски, cobble together, то есть сделать что-то, но очень медленно и с проблемами. И вторая проблема, и это, по-моему, очень-очень важно, что типично все эти системы пролитивной аналитики, они основаны на принципе, что мы можем собрать информацию и обрабатывать, а потом показать и это мы можем делать может быть неделю, может быть месяц, может быть два месяца после окончания этого курса и это будет достаточно. Для этого подхода, который мы старались создавать, это было бы как можно больше желательно показать данные в реальном времени, то есть real-time data, и это еще кажется очень сложно. Они говорят, что скоро будет лучше по этому поводу, но я не уверен. И наконец, вот этот очень интересный и важный вопрос о дизайне. Определение определенных отдельных компонентов онлайн-курса это это очень непростая вещь. Вот пример, если студент начал задание, но не завершил его, что это значит? Ну, это показывает система, это может быть требовало три или четыре недели, чтобы просто решить, что все эти этапы или событий в системе онлайн-данных, что они значат и как мы будем справиться с этим. И это даже не включает разные подходы, которые разные преподаватели могли быть насчет этих действий. полученные уроки. Как я сказал, уже у нас были проблемы с дисплеями. Эта система, которую мы создавали поддержание контакта со студентами, это сложно и это требует необыкновенной степени вовлеченности со стороны преподавателей и администраторов. И из-за этого я не уверен, что мы можем продолжать с этим. Это возможно, я думаю, что есть очень серьезный интерес со стороны центральной университетской администрации и они видят здесь, вот, это имеет хорошие последствия, но это тоже требует ресурсов, ресурсы и деньги, чтобы все эти работники продолжались со своей работой. Программа была разработана для больше студентов, которые мы действительно больше, чем у нас есть сегодня. и не знаем, как будет ли эта система продолжать долгое время. Я не уверен, но я думаю, что есть возможности, есть силы на обеих сторонах. И, конечно, все эти технические системы, которые постоянно изменяются и возможность взаимодействия с ними. Это будет интересно видеть, потому что все эти программы изменяются месяц от месяца. Это мы будем продолжать работать с дисплеями. Теперь с этой фирмой Civitas под систему, которая называется Inspire. И мы будем сделать разные тренинги для дизайнеров, консультантов, преподавателей и так далее. Есть здесь серьезные политические и этические вопросы. Первое, и то, что мы слышали больше всего от нашего профессорского состава, это, что они называются создание университетского паноптикума, то есть паноптикан, то есть чувство, что кто-то смотрит, и кто-то знает, что вы делаете. Особенно в американских вузах, где профессора привыкли к очень большой степени независимости, это очень серьезный и центральный вопрос. В нескольких онлайн-курсах студенты сказали, это несправедливо, мы не хотим, чтобы вы так много знали о нашей работе. И тоже есть со стороны профессора Иата важный вопрос, имели университет право создавать систему аналитики без согласия преподавателей. Я не знаю, как будет результат этих, идут дискуссии об этом, но я не знаю, как будет результат. У кого будет доступ к данным и как долго они будут сохраняться. Это очень серьезные вопросы. Тоже есть очень важные и даже юридические вопросы насчет обмена и использования информации. Если у одного преподавателя есть сомнения, об одном студенте, имели ли он право показать другому преподавателю данные об этом студенте. А тоже это включают консультанты, администраторы и так далее. В США есть закон, который называется ФРПА, Federal Educational Rights and Privacy Act, который запрещает такой обмен данными между преподавателями, но положение, как это касается консультантов и администраторов, это менее ясно. И если мы думаем из-за этих данных, что кандидат имеет только плохие шансы в данном программе, имеют ли мы справедливо его не принимать в университет, или должны ли мы или было бы желательно давать ему возможность. Это всегда в США это серьезный вопрос, потому что особенно среди преподавателей есть очень сильное желание, как это сказать, болеть за аутсайдера, root for the underdog, то есть они хотят, чтобы студенты успевали и так далее. И наконец, есть серьезные психологические, металлические и даже эпистемиологические вопросы. Я думаю, что можно это описывать как проблема точности приборов. То есть данные, которые мы имеем доступ сегодня, являются плохими заменителями или индикаторами тех основных подлежащих психологических тенденций, которые представляют настоящий интерес для нас. открыл ли студент урок? Что это значит? Если он открыл много раз, или если он открыл только один раз, если он окончил все в одной сессии, или требовал много, что это значит? Я могу немножко сказать о нашем опыте с фирмой Boeing, с которым мы сделали большой MOOC. и они написали на основе данных из этого проекта, они написали некоторые статей научных, и они послали эти статьи нам, и мы читали, как они знали, что они предразумевали, что вот эти данные показывают это, мы сказали, а может быть, они показали другое, и поэтому это очень, по-моему, серьезный вопрос. Есть разные группы, которые работают над этими вопросами теперь, самое главное, я сказал бы, это группа, которая называется SOLAR, это Society of Learning Analytics Research, и их ежегодная конференция называется LAC, Learning Analytics and Knowledge. В прошлом апреле эта конференция была в Веденбурге, в Шотландии, где я был, и в будущем году это будет в Ванкувере, в Британском Колумбии, и там есть очень много интересных отчеты, исследования и так далее. Тоже есть группа внутри нашей большой организации, которая называется ACM Association for Computing Machinery, которая называется Learning at Scale, то есть это еще большая группа, которая занимается этим, Journal of Learning Analytics, это открытый онлайновый журнал, и LACE Project, последние две, они тоже связаны с этой группой Solar. Тоже есть очень глубокая заинтересованность со стороны организации в сфере высшего образования, Educause, в США это группа, которая работает с вопросами техники в образовании, они опубликовали отчет в этом году, и тоже GIST, который приблизительно эквивалент в Англии, они тоже сделали. И тоже у нас нашего департамента образования есть issue brief on learning analytics, который они сделали, по-моему, в прошлом году. То есть очень большой интерес, разные результаты, в нашем случае результаты не были абсолютно положительные, но все-таки были интереснее, и отвечали основные вопросы, которые наше учреждение хотело, для которых они хотели найти ответы. я думаю, что это все. Спасибо за внимание, вопросы и отчет. Большое спасибо, Стив, я думаю, что можем задать несколько вопросов, прежде чем я расскажу о нашем опыте российском. Есть желающие? Да, прошу. Скажите, пожалуйста, что для программы были какие-то уточняющие данные по длительности, по тому, насколько большая нагрузка была еще неделя для студентов, потому что у вас очень хорошие данные по окончанию курса, интересно, не понимал, не слышал, может, лучше сказать, просто. Есть микрофон там, может быть, а вот, спасибо. У вас очень хорошие данные по окончанию курса, и поэтому вопрос, какой он был по нагрузке еженедельной и по длительности? А, да. Знаете, что в этой программе есть студенты, которые работают, я не знаю, как сказать, full-time и part-time, то есть некоторые из них слушают пять курсов в течение одного семестра, и другие слушают только два или три, и я не знаю, если у нас есть данные, которые раз, я думаю, что у нас есть, но у меня нет с собой теперь, которые показывают, я думаю, что они были приблизительно на том же времени, некоторые из них требовали больше времени, чем типичные студенты на кампусе университета. Подскажите, пожалуйста, вот студенты, когда у вас сдают курсы, они могут еще несколько раз возвращаться, а есть ли какие-то ограничения по прохождению курса, как системно, то есть одно и то же задание могут они делать несколько раз, или они должны сделать, и сколько времени у вас промежуток между заданиями? Да, да, хороший вопрос, это зависит от преподавателя, и зависит от курса, и некоторые из этих курсов требуют, чтобы студент окончил данное время, и это из-за разных причин, потому что иногда есть требования со стороны государства, чтобы курс не должен длиться больше, чем, не знаю, 6 месяцев, типичный у нас, потому что мы на кварталной системе, семестр это только 3 месяца, и типично это ожидание, что студент окончит данный курс в течение не больше 6 месяцев, то есть он может ну типично больше, почти 2 раза больше, чем типичный студент, но если он требует больше этого, это будет особое разрешение, и так далее. господин Кир, во-первых, позвольте выразить восхищение вашим русским, если бы мне такой английский, мне больше ничего не нужно было в своей компетентности, мне кажется, мне очень важно ваше сообщение вопросом про квалификации консультанта, то, что вы провели исследование, вы операционализировали, выделили те квалификации, которые нужны консультанту, который занимается управлением обучения. Это очень ценно, большое спасибо, потому что для нас это точно такая же проблема удержания студентов на курсе. очень интересный вопрос. Я не думаю, что у нас есть очень тщательное определение этих личных или профессиональных качеств. Я знаю много, которые работают, и я могу сказать, что в нашем университете у них есть, когда они начинают работу, у них, как сказать, пробный срок, то есть они работают, скажем, 6 месяцев, и если их работы недостаточно, мы можем их уволить без других меры, без других процедур. Я не видел, я слышал, что есть иногда проблемы с консультантами, но я лично не видел и не знаю из этих, с которыми я работаю над этим проектом, я не видел особо проблемных консультантов. Я думаю, что их есть, что они существуют в университете в целом, и у меня был, может быть, месяц назад, у меня была дискуссия с одним администратором на высшем уровне университета. И мы об этом немножко говорили, и он сказал, что было бы положительно, и думаю, что у нас будет взаимное заседание между нашими консультантами и тех, которые работают с консультантами в других частях университета. то есть это есть возможная проблема, но я не вижу, что это проблема, и думаю, что наш опыт с этими программами это дает хороший пример. Спасибо. Еще коллеги вопросы будут? Если нет, то я позволю себе немножко рассказать о опыте наших университетов, российских университетов. В частности, я буду говорить о опыте реализации проекта с вами платформа открытого образования. Пару слов для нашего коллеги о том, как сам проект выглядит, чтобы понять, в чем разница может быть в подходах, а в чем мы совпадаем. Та задача, которую мы себе ставили, это действительно использование массовых открытых онлайн-курсов или просто онлайн-курсов, потому что на самом деле мы несколько при внедрении в университетах расширяем модель использования онлайн-курсов как такового, использование их в системе высшего образования при реализации основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры. И в отличие, наверное, от того, что было рассказано сейчас про американский университет, наша задача была в первую очередь выстроить не целую образовательную программу в доступном формате онлайн-обучения, а отдельные элементы программы, которые позволили бы расширить в университете с одной стороны образовательные возможности для студентов, то есть сделать потенциально возможным включение в образовательную программу элементов, которые реализуются другими зарубежными российскими университетами. университетами стороны использовать механизм технологической трансформации университетов как онлайн-курс, который бы в том числе допускал совместное использование цифровых ресурсов разными университетами. На наш взгляд это очень актуально, почему? Потому что современные образовательные программы не могут быть не подкреплены современным образовательным контентом, но его создание достаточно является затратным. И для схожих дисциплин, для схожих частей образовательных программ с совпадающими результатами обучения это в нашей стороне достаточно частая ситуация, поскольку действуют федеральные и государственные образовательные стандарты. Для того, чтобы избежать этого дублирования затрат в разных университетах, мы предлагаем вузам соответственно взаимодействовать между собой, обмениваться возможностью обучать своих студентов на онлайн-курсах друг друга. Казалось бы, в этой модели все достаточно просто. Достаточно соответственно создать онлайн-курсы и поскольку студенты будут мотивированы их осваивать как часть своей образовательной программы, то в общем модель будет достаточно активно развиваться и давать положительный эффект как с точки зрения эффективности обучения, так и с точки зрения обновления содержания образовательных программ, повышения их качества. Что мы имеем сегодня в качестве результата? За практически полтора года уже работы было создано порядка ста семи онлайн-курсов. В их разработке приняло участие восемь университетов и это те курсы, которые действительно соответствуют результатам обучения. Программа бакалавриата закрывает чаще всего дисциплины первого-второго года, такие как физика, математика, история, культурология и так далее. Это базовые компетенции, которые очень широко обычно распространены во всех образовательных программах и действительно с помощью онлайн-курса можно потенциально обучать десятки тысяч студентов по всей России. Естественно, самый сложный элемент этой системы это обеспечение гораздо более высоких показателей по сравнению с традиционными массовыми открытыми онлайн-курсами, показателей эффективности прохождения студентами онлайн-курса. Мы не можем допустить ситуации, когда его заканчивают 15-16%, а то и 10%. Нам нужно по аналогии с традиционным процессом иметь показатели в районе 80-90%. И когда мы начали этот эксперимент, когда мы начали внедрять онлайн-курсы в наших университетах, стало понятно, что хоть студенты и мотивированы осваивать онлайн-курс, вставив свои образовательные программы больше, но в традиционной модели без каких-то дополнительных поддерживающих элементов без сопровождения стороны преподавателей курс обычно завершает в лучшем случае 50-60% студентов. Это тоже неплохой показатель, но он для системы формального образования не является удовлетворительным. Поэтому в рамках реализации проекта было проведено достаточно много исследований, связанных с тем, какие форматы поддержки, какие форматы сопровождения курсов, какие подходы к организации учебного процесса в принципе могут ситуацию существенно улучшить. И сейчас по результатам года обучения, проведя апробацию курсов в десятках университетов, в разных, в региональных, где маленькое количество студентов, в федеральных, где огромное количество студентов, в ведущих университетах, где студенты более мотивированы и, наверное, более готовы к разного рода подобным изменениям. Сейчас мы можем сказать, что с сопровождением преподавателя, с участием его в качестве тьютера по курсу, с введением еженедельных форматов встреч, консультаций, может быть, отчасти каких-то практических работ, мы получаем относительно хорошие результаты, когда до 90% по нашим курсам показатели колеблются где-то 87-95% студентов способны в формате онлайн-обучения с тьютерской поддержкой завершать успешно курс, получать оценки, как правило, эти оценки даже выше, чем те, которые они получали в традиционной системе, при условии, что, соответственно, результаты между собой сопоставимы, поскольку используются одни и те же оценочные средства. Тем не менее, соответственно, мы хорошо понимаем, что будущее, ближайшее будущее онлайн-обучения, оно во многом зависит от того, насколько мы сможем действительно найти оптимальные форматы соотношения аудиторной работы, формат работы преподавателя в аудитории, когда он использует фактически чужой онлайн-курс, и, соответственно, тех самого содержания, подходов к построению самого онлайн-курса. Безусловно, здесь очень важно использовать хорошие системы аналитики, и то, что вы показали, это сейчас релевантный для нас. При этом, мы сейчас проводим одновременно в разных университетах разные такие исследования, связанные с тем, а как вообще анализировать онлайн-курс. Я, к сожалению, не взял с собой эти материалы, но кому интересно, я потом готов ими поделиться. Наши партнеры из Южкарлы, где проходила одна из таких самых масштабных апробаций онлайн-курсов, связанных с техническими направлениями подготовки, они провели такой анализ результатов обучения студентов, но я очень упрощенно сейчас пытаюсь его рассказать, когда они разбили соответственно всех обучающих на определенные кластеры, пытались соответственно понять, чем эти кластеры отличаются с точки зрения мотивации на обучение, с точки зрения их реакции на разные роды контрольных мероприятий, на разные виды используемых материалов и предложили нам комплексный анализ наших онлайн-курсов, где показали какие категории студентов мы теряем на каком этапе и с чем это может быть связано. Дальше мы из этого пытаемся сегодня построить подходы к тому, как улучшать и развивать онлайн-курс. Почему это важно? С нашей точки зрения невозможно создать систему контроля качества онлайн-курсов на входе. То есть, взять и сказать вот этот курс качественный, а вот этот курс некачественный, когда еще не начали учить по нему. Единственный вариант оценки качества онлайн-курса это фактически анализ того, как студенты его проходят. И более того, система качества онлайн-курсов в большей степени должна быть построена не на каких-то формальных требованиях, а на требованиях к процессу улучшения постоянного улучшения онлайн-курса. То есть, мы должны фактически вузы сподвигать не к тому, чтобы жестко загонять в рамки на этапе создания, это, конечно, нужно делать, но в определенной степени. Сколько мы должны требовать от них, требовать от своих преподавателей, от тех, кого мы увлекаем в процесс создания онлайн-курса, требовать постоянного улучшения онлайн-курса по результатам апробации, по результатам прохождения каждого семестра. это как бы такие достаточно общие слова о том, как сейчас идет процесс обучения и как мы ищем способы добиться достаточно хороших показателей, для того, чтобы массово использовать онлайн-курс в системе формального обучения. Тем не менее, соответственно, мы сегодня в рамках деятельности Ассоциации Восьми Университетов, в рамках деятельности Института Развития и Образования Высшей Школы Экономики пытаемся запустить такой, наверное, очень важный сегодня и в мировом масштабе вариант исследования того, как разные формы организации учебного процесса влияют на качество обучения влияют на результаты обучения студентов. Пытаемся найти действительно, а что меняется в учебном процессе у студента, как меняется его мотивация, как меняется его регулярность работы, как меняется соответственно его отношение к разного рода заданиям, вовлеченность его, вовлеченность во взаимодействии с другими обучающимися. Есть масса параметров, которые действительно относительно легко отследить и которые, соответственно, будут нам говорить о том, в лучшую сторону или в худшую поменялся сам процесс обучения. Есть еще один вариант, есть еще попытка выйти на сопоставление результатов обучения. и здесь мы в перспективе видим создание такого направления, как открытые данные о результатах обучения студентов, почему? Потому что исследовать какие-то вещи, связанные с качеством онлайн-курсов, влияние параметров онлайн-курсов на качество обучения нельзя на примере одного онлайн-курса, изучаемого в одном университете. Это нужно делать на очень больших массивах студентов с очень большими соответственно выборками при проведении подобных исследований. И здесь, безусловно, надо объединять не только возможности нескольких университетов, нужно объединять возможности больших групп университетов, в том числе на международном уровне. И нам сегодня подобные исследования были бы очень интересны, в том числе в взаимодействии с вашим университетом, в оценке влияния курсов на результаты обучения примерно в одной общепринятой методике исследования вот этого влияния онлайн-обучения на результаты освоения образовательных программ. Я, наверное, не буду занимать вниманием, рассказать подробно о нашем проекте. Я думаю, что большинство в аудитории знают, но если есть какие-то вопросы, я могу на них с удовольствием ответить. Я бы предложил перейти дальше, если есть вопросы, задавайте, будут какие-нибудь вопросы к нашему российскому опыту. Если нет, то я бы предложил перейти в формат дискуссии и послушать ваше мнение вообще о онлайн-образовании, о его роли в современной системе образования, о том, каков ваш опыт личный внедрения онлайн-курсов в ваших университетах. Есть желающие? Прошу. Ростовский государственный университет пути сообщения. Мы представители отраслевого образования, соответственно, у нас свои базы и свои разработанные задания. Мы в этом году первый раз перевели всех заочников на дистанционную форму. Нам мы вынуждены были поставить огромное количество ограничений для наших студентов в свете того, что начиная от того, чтобы они не передавали пароли, чтобы за них другие не тестировались и не сдавали, не загружали задания в базу, заканчивая временными ограничениями, то есть мы поставили 11 часов между попытками, потому что по статистике мы стали наблюдать, что студент зашел, ответил на задания, неправильно ответил на какие-то задания, опять заходит и так далее. То есть это просто технические мощности нашего сервера легли в течение первой недели, поэтому мы начали выставлять определенные ограничения. В отношении того, что вы говорите, необходимо как-то стимулировать преподавателей, ну и вообще разработчиков к повышению качества представляемых заданий, мы сработали в отношении валидности этих заданий, то есть у нас есть машинная обработка данных, вот как вы говорите, большие бигдаты, где видно каждое задание, сколько раз оно представлялось студента, в каком объеме, как на него правильно ответили, какие оценки выставили преподаватели, то есть есть обратная связь по этому заданию, и после того, как завершен курс, мы представляем преподавателю отчет по валидности с, единственное, со скрытым, то есть номером порядковым, и преподаватель уже может принимать решение, что с этим заданием не так, почему студенты на него не отвечают, или это материал на самостоятельное изучение, например, они не могут найти в библиотеке, либо какие-то источники необходимые им, или это может быть техническая ошибка, потому что тоже такое бывает при том, как работают программисты, закачка, большие объемы данных, то есть у нас сейчас в базе порядка 743 тысяч заданий для наших студентов по дисциплинам, не только там основным, но и в большей степени по профессиональным дисциплинам. Нагрузка на студентов колоссальная, потому что у нас за семестр у студента, если раньше было там пять контрольных, четыре курсовые, либо РГР, то сейчас понятно, что это все перешло в дистанционную форму. Студенты очень много времени действительно проходят, за компьютером проводят, и это вечернее время. У нас в основном начинает сервер падать почему-то в два, в двенадцать ночи, и обратная связь идет два, три, вот, и массово есть студенты, которые работают, например, и они с семи до восьми, либо в девять часов начинается график, вот район восьми, девяти утра, это тоже массово вход в систему и попытка ответить на те или иные задания. В отношении того, как наши, да, у вас тоже есть эксперты, но мы все-таки стараемся в связи с тем, что у нас машинная обработка, в большинстве случаев данных, мы стараемся выработать единые критерии для консультантов, чтобы были понятны правила игры, потому что действительно вся информация о каждом студенте, о каждом преподавателе остается в системе. Во сколько вошел, какая переписка, какие были ответы преподавателя, ответы студента, насколько эти задания качествуют, у нас в стандартах прописано, что все задания должны храниться на протяжении всего периода обучения, естественно, мы делали исследования о качестве ответов, которые хранятся в базе, и, естественно, нас не всегда радует то, что мы там видим. И во многом привело к чему, к тому, что, ну, процентов 15 преподавателей вообще отказались от нагрузки, потому что они начали осознавать, что их могут контролировать. С одной стороны, это плюс, потому что к нам пришли другие преподаватели со своими амбициями, со знаниями, которые хотят дать студентам определенный уровень, с другой стороны, у нас появилась кадровая проблема. Мы не могли на начало семестра найти преподавателей, которые хотят получить пассив... Ну, раньше это была пассивная нагрузка заочная, сейчас это, конечно, в большей степени трудозатраты преподавателя с введением этой системы возросли колоссально, потому что многие стали сжаться глаза, зрение и так далее. Но экономия для университета тоже есть, не нужны архивы электронные, ну, и так далее, то есть, с точки зрения экологически, тоже свои плюсы есть. У нас так в УЗИ сейчас. А еще есть какие-нибудь высказывания или комментарии? Ну, я немножко тогда расскажу в качестве затравки, может быть, как у нас сейчас происходит в университете, внедрение онлайн-курсов. Я сразу скажу, что мы очень четко разделяем вот дистанционное обучение, да, и онлайн-курсы. Можно еще сказать даже, что мы выделяем три типа сегодня. Это, наверное, свойственно для американских университетов тоже. Я попрошу это прокомментировать, может быть. Под дистанционным обучением мы понимаем работу преподавателя со студентом через сеть интернет, путем вебинаров, путем еще чего-то, путем видеоконференц-связи и так далее. Дальше в УЗИ у нас сейчас внедряется электронное обучение, как, наверное, в любом российском университете. Когда остаются онлайн-курсы местного значения, которые используются преподавателями для реализации своих же дисциплин, они обычно носят смешанный характер, то есть что-то происходит в электронном среде, что-то дистанционно, а иногда там с студентами и встречи тоже назначаются в кампусе или в филиале или где-то еще. Но, когда мы приходим к онлайн-обучению, там все меняется. Меняется принципиально, почему? Потому что там количество студентов становится неограниченным и, соответственно, это студенты уже не только твоего университета, это все желающие. И вот здесь вот ситуация у преподавателя, его вообще понимание того, кто он, что он и что он здесь должен делать, оно меняется кардинально. Если раньше он учил, соответственно, в своем университете, теперь он учит на всю страну, он учит на весь мир. У него абсолютно меняется логика его работы и ему приходится очень многое пытаться переосмыслить. Почему? Потому что цена ошибки очень высока. Если ты в онлайн-курс не заложил что-то, где-то методически не проработал вопрос, где-то неправильно выстроил контент, то вариантов исправить это практически нет. То есть тысячи студентов пройдут это обучение и с ними нельзя потом в аудитории что-то доработать. Ответить на какие-то вопросы в форумах, конечно, можно, но образовательный эффект может быть потерян. Поэтому, соответственно, создание онлайн-курсов для преподавателя это серьезный очень шаг, к которому они должны, безусловно, быть хорошо подготовлены, пройти школу дистанционного, электронного обучения, и потом уже переходить в формат онлайн. Но дальше самое интересное начинается, когда онлайн-курс внедряется в учебный процесс. Почему? Потому что, ну, раньше преподаватель ходил на занятия. Раньше, соответственно, он использовал какой-то для этого электронный контент, размещенный в его личном электронном информационно-образовательной среде, который он создал для своих студентов. А теперь, ну, как это у нас было, например, в университете, каждый создавал свой небольшой курс, который дальше своим студентам давал, и эти студенты ходили каждый на свой курс к своему преподавателю. А теперь, соответственно, фактически целый коллектив преподавателей, обслуживающий там потоки в 300-700 студентов, у нас вуз большой, 42 тысячи студентов всего, с учетом заочных и дистанционных в том числе, то, соответственно, количество студентов, которых обучает один преподаватель с помощью онлайн-курса, оно потенциально стало гораздо больше. Ну, то есть, формально к одному преподавателю сегодня мог быть записано не 300 студентов, предельно, а 700 или 800, и он, в принципе, с этой нагрузкой способен справиться, потому что аудиторная работа, которая заставляла его присутствовать в маленьких группах по 25 человек, ее стало в разы меньше. И вот эта ситуация, она начинает, соответственно, менять позицию конкретных преподавателей в своем коллективе. Тот, кто был автором, он становится фактически ведущим преподавателем на этой кафедре, он фактически определяет содержание лекций, практик для всех преподавателей, которые раньше работали на этой кафедре, и реализует их через онлайн-среду. Что делать остальным? Как вообще строится в этом случае экономика этого процесса, как мотивировать их правильно на создание, на использование вот этих онлайн-курсов и так далее? Мы видим две плоскости, в которых должны лежать решения в этой части у каждого университета, наверное, сегодня. Первое, когда мы выделяем онлайн-курсы, перестраивается структура образовательной программы. Чаще всего это выделение, соответственно, теоретической, такой, простой, практической составляющей онлайн-обучения и усиление одновременно практикоориентированной работы студентов, например, в проектном режиме или еще в каком-то. И тогда соответствует высвобожденный ресурс преподавателей, которые раньше ходили и читали параллельно в аудиториях фактически одни и те же лекции или вели одни и те же практики, теперь они больше ориентированы на то, чтобы работать в индивидуальных групповых проектах со студентами. У них есть на это время, у университета есть ресурсы на то, чтобы эту работу организовать. Это действительно очень важный аспект, потому что мы уже сегодня много говорили, самое главное это мотивация студента. И наша практика показывает, что мотивация студента возникает тогда, когда тот онлайн-курс, который он берет, он не просто должен сдать формально и получить оценку, а он вынужден его использовать для получения тех знаний, которые необходимы ему для использования в других дисциплинах. Но лучше всего это работа, когда они ему нужны для того, чтобы выполнить свой индивидуальный или групповой проект. Вот тогда действительно понимаем, что студент придет в онлайн-курс и возьмет ему там то, что ему действительно нужно, возьмет в полном объеме, потому что иначе он не справится с другой работой. Именно в таких программах, в которых значительная доля проектного обучения наилучшим образом на наш взгляд встраиваются онлайн-курс. Более того, мы сегодня понимаем, что в части некоторых образовательных программах, это, наверное, подтвердят другие университеты российские, можно дать вообще свободу относительно такую большую свободу студентам в выборе тех онлайн-курсов, которые они возьмут для того, чтобы добыть необходимые знания для выполнения проектной работы. И вот такая трансформация образовательных программ, мне кажется, она будет достаточно иметь большой масштаб в ближайшем будущем в российских, ну и в зарубежных, наверное, на университетах тоже. Есть еще второй разворот. Второй разворот связан с тем, что происходит с самими авторами курсов, каких мотивировать, как вообще выстраивать их работу, оплату труда и так далее. Вот здесь каждому университету придется изобретать что-то свое. Кто-то идет очень простым путем, заказывает преподаватель разработку курса, получает какой-то готовый результат, и этот результат становится как бы институтальной собственностью университета, который он дальше распоряжается, использует для организации онлайн-обучения и может привлекать к реализации этого курса в качестве сопровождающих, тьютеров, любых своих преподавателей, даже не тех, которые были авторами. Мы в РФ идем немножко другим путем. Мы стараемся вовлечь преподавателей в создание онлайн-курса как своего собственного продукта, своего интеллектуального произведения, которое в будущем будет приносить преподавателю прибыль на длинные дистанции. И тогда, соответственно, получается, что преподаватель не заинтересован в создании такого продукта, который будет востребован и своим качеством привлекать как можно больше студентов. У нас есть соответствующая форма договоров, которая позволяет выплачивать преподавателю определенную часть прибыли за реализацию этого курса при любых формах продаж, как между университетами, как внутри университета, так и просто для свободных слушателей, которые платят деньги за получение сертификатов по этим курсам. И сейчас мы пытались выстроить, соответственно, финансовую модель внутри университета, которая бы, с одной стороны, базировалась на том, что онлайн-обучение более эффективно и, как следствие, может быть более дешевым в расчете на одного студента, а это, наверное, вы подтвердите, действительно может быть так, при условии, что инвестиции, базовые инвестиции в создание курса уже сделаны. И дальше, соответственно, мы пытаемся выстроить модель, когда руководители образовательных программ, которые принимают решения о создании онлайн-курса и те институты, те авторские коллективы, которые вложились в создание онлайн-курса, они вот эту вот экономию, реализацию образовательного процесса использования онлайн-курсов между собой фактически делят на определенных университетом условиях. Это дает им мотивацию, дает им мотивацию с одной стороны на применение онлайн-курсов, а с другой стороны мотивацию на постоянное развитие, поскольку полученную экономию они по решению университета могут направить только на создание новых курсов или обновление, существенную модернизацию существующих курсов, которые были ранее созданы. Вот такие как бы аспекты внедрения онлайн-курсов, на мой взгляд, они крайне важны сегодня в каждом университете, и нам предстоит в ближайшем будущем в той или иной вариации их реализовать для того, чтобы онлайн-обучение активно развивалось в каждом университете. Буду рад, если поделитесь своим опытом. Несколько очень интересных там моментов. Мне было очень интересно, когда вы заметили об этой проблеме оплаты для подготовки этих курсов, потому что это тоже у нас очень серьезный вопрос, и были очень большие споры об этом. Я не думаю, что мы видели конец этих споров, я думаю, что они продолжаются, потому что это очень серьезный вопрос. Интеллектуальная собственность профессоров, они считают, что это их собственную работу, и они хотят, сохраняют и имеют правило сказать, как это будет использовано. Тоже ваше замечание раньше о разнице между дистанционным и онлайновым образованием. Я хотел бы добавить несколько слов об этой программе в раннем детстве, и один аспект этой программы я здесь не заметил, это то, что очень важная часть заключается в том, что это не только письменная работа и не только онлайновые дискуссии между студентами и преподавателями, это тоже видеоплунки, которые студенты сами делают об их работе с молодыми людьми, и они должны каждую неделю сделать такое видео и послать, это будет на сервере университета, преподаватели и другие студенты смотрят и прокомментируют над этим, и этот процесс продолжается через целую программу. Мы хотели бы когда-то, это еще не существует, но мы хотели бы создать систему, чтобы extract, излечь данные из этих комментариев и включать эти данные в электронном студенческом извините, losing my focus, to extract the data from the video, from the commentaries on the videos, and to include that data in the student's record. Чтобы можно было извлечь данные этих комментариев по этому видео, письменная работа студентов, но это действительно визуальное доказательство его прогресса и улучшения в течение целой программы. То есть, в течение двух лет он может показать, что вначале я работал так, через 6 месяцев я работал так, и через 2 года я работал так. И это очень сильный прибор, особенно для администраторов и тех, которые должны подтвердить, что вот этот студент действительно что-то сделал и совершил в течение этой программы. будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Вот у меня тогда вопрос, какой все-таки с каким количеством студентов вы сегодня работаете при исследованиях чаще всего влияния? Да, это эти данные были примерно от 150 студентов. И теперь потому что это были первые две контингента, два когорта в этой программе. Я думаю, что теперь там есть что-то вроде 350. И в другой программе Integrated ISS там есть что-то вроде по-моему 450 теперь. То есть в этих двух программ что-то вроде 800. А существуют ли в Штатах какие-то намерения или уже действующие программы, акции по обмену данными между университетами в области онлайн-обучения? Есть разные попытки, но это не вы знаете как децентрализована наша система. Это не это очень трудно собрать информацию от всей страны. Я думаю, что в этой организации EduCars есть разные программы, которые стараются это делать, но я не сказал бы, что это действительно работает сегодня. Хорошая идея. Ну хорошо. коллеги, есть еще какие-нибудь предложения к обсуждению в рамках нашего семинара? Будут? Нет? Скажите тогда в качестве общего интереса, кто сегодня из вас, из присутствующих, работает с аналитикой данных, связанных с онлайн-обучением? Много таких людей или нет? Пока это единицы среди нас. Мы на самом деле уверены, что это достаточно важное направление деятельности, которое во многом будет определять качество образования в ближайшие годы. Почему? Потому что если мы научимся сегодня создавать онлайн-контент, научимся создавать онлайн-курсы, которые будут положительно влиять на качество обучения, то это может быть системный инструмент повышения качества образования в целом в университетах и на уровне страны, и на международном уровне. И, наверное, сегодня пришло то время, когда нужно усилия в этих направлениях объединять. Одну из таких инициатив в области развития онлайн-обучения в нашей стране возможно будет в рамках приоритетного проекта формирование источника открытых данных о онлайн-обучении. те вузы, которые готовы будут поделиться своими данными, могут сделать сегодня достаточно важный вклад. Почему? Потому что, наверное, не у каждого, кто готов исследовать эти вопросы, есть доступ к большим массивам данных в своем университете или, может быть, это может происходить даже не в университете. И, как следствие, соответственно, мы упускаем возможности для того, чтобы работать с большим количеством информации, получать лучшие результаты для дальнейшего развития качества наших курсов. Более того, соответственно, наверное, университетам сегодня было бы интересно обмениваться между собой конкретными практиками, которые они уже на базе аналитики и на базе личного опыта использования лайн-курсов так или иначе внедрили в практике своего онлайн-обучения. Если нет больше сегодня комментариев, то я хочу поблагодарить всех за участие. Мы готовы еще оставшееся время использовать для кулуарного общения. И, соответственно, очень надеемся, что тема онлайн-обучения она будет привлекать все больше внимания и все больше возможностей у нас вместе с вами будет появляться к тому, чтобы и создавать курсы, и исследовать их влияние, и использовать их на благо развития образования в наших с вами университетах. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо нашему гостю, особенно за тот опыт, который он представил со стороны на университете Вашингтона. Очень интересно.